здравствуйте коллеги сегодня у нас такое общее образовательное видео об устройстве автомобиля некоторых его особенностях на примере автомобиля hyundai solaris второго поколения и есть такая у них проблема когда устанавливается блок климат-контроля вместо простого вот такой вот цифровой автоматический то появляется ошибка которую вы видите сейчас на панели приборов ошибка связанная с системой контроля давления в шинах сразу на берегу чудес в этом видео никаких не будет будет просто предположение о том откуда растут ноги этой проблемы связанной с блоком климата и ошибкой системы тпмс использовать мы будем канхакер 32 в нашем исследовании еще раз повторю чудес не будет ошибку мы вот эту не уберем но мы укажем путь к тому как ее убрать сделаем предположение об этом и заодно расскажем вам о том как использовать многие интересные функции которые доступны для наших интерфейсов канхакер так давайте начнем обратите внимание что у нас подключена панель приборов блок климата и с другой стороны нашей чудесной инсталляции подключен блок системы bs и так мы начинаем разбор и так коллеги у нас подключен к н хакер 32 подключен он последующей схеме для этого чтобы объяснить по какой схеме он подключен откроем схему на автомобиль топология сети к термо в терминологии hyundai сегмент сети называется сикен и на нем подключены все модули все модули сидят в одном сегменте без каких-либо гейтвэев панель приборов кластер f и тиси это у нас климат-контроль который не попадает в кадр вот его немножко вам показываю esp система или как мы вам сказали ранее вот система bs у нас на столе подключена ну и по большому счету нам более ничего не нужно диагностический разъем также подключен к сети так что все исследования простых автомобилей таких как hyundai solaris киарю можно делать через диагностический разъем и так мы подключены к сегменту сети сикен или c-кан как вам удобно работает этот сегмент сети на скорости 500 килобит в секунду сейчас мы выберем настройки канала 500 килобит секунду они по дефолту такие и подключаемся и видим данные которые у нас передаются каждым из блоков подключенном к сети кэн в карбас аналайзере есть удобная функция это комментарии которые автоматически проставляются по идентификатором то есть можно задать здесь идентификатор так комментарий к такому-то идентификатору к такому-то и сохранить это файле и при дальнейшей загрузке в другом случае когда вы используете комментарии они автоматически про ставятся каждому идентификатору мы для каждого блока для панели для климата выяснили какие идентификаторы за что отвечают и соответствующие комментарии подготовили сейчас покажем как это работает файл загрузить комментарии и файл комментариев и здесь мы видим в поле комментариях какой блок отправляет то или иное сообщение теперь что касается того откуда же вот эта проблема то берется а здесь нам просто так с комментариями не разобраться нам нужна база данных для того чтобы объяснить корень проблемы база данных формате open dbc вы можете найти в интернете мы их не поставляем но в интернете их достаточно большое количество можно найти верхнем меню dbc менеджер открыть и файл который вы у нас telegram канале сможете скачать это база данных киа hyundai не для всех поколений а для того поколения которое у нас solaris представлен открываем базу данных привязываем ее каналу 1 закрываем менеджер и сейчас вот уменьшим окно даже его совсем отключим окно передачи и мы увидим декодированные сообщения по каждому идентификатору в данном случае нас интересует кто же зажигает ошибку кто отправляет сообщение об ошибке системы контроля давления в шинах тпмс давайте поищем ну понятно что мы знаем да откуда ноги растут вот смотрите идентификатор 593 в 16-ричной системы сообщение судя по комментарию от блока abs вон он у нас это он шлет сообщения с идентификатором 593 давайте раскроем это сообщение и посмотрим что же у нас здесь такого есть смотрите нулевой байт тпмс warning lamp состояние логическая единица включена давайте попробуем этот пакет скопировать в окно передачи сейчас я это сверну открою окошко передачи и мы этот пакет скопируем вот сюда 1 можно удалить он нам не нужен вот он этот пакет и нулевой байт логическую единицу сделаем логическим нулем и отправим на передачу с периодом который меньше чем штатный период который по дефолту у нас 201 миллисекунда поставим 1 миллисекунда и запускаем на передачу как видим да действительно корень проблемы находится в блоке abs именно этот блок отправляет сообщение об ошибке системы типа м с на панель приборов остановим передачу и вот у нас вновь ошибка появилась хорошо мы поняли что блок abs отправляет сообщение об ошибке на панель приборов но причем же здесь вот этот климат-контроль об этом можно долго гадать а можно посмотреть схемы возвращаемся к схемам ну коль скоро мы уперлись в блок abs давайте на него посмотрим мы видим что да действительно судя по схеме блок abs управляется или esp как пишет hyundai управляет системой тип м с то есть измерять давление в шинах косвенно не путем измерения фактического давления по своим хитрым алгоритмом по измерению скорости вращения колес и прочего датчиках в колесах нет вот здесь у нас кнопка в калибровке значит и настройки системы тпмс но эта схема нам ответа не дает как же система к и управления климат-контролем связано с блоком abs и от чего ошибка это берется но здесь можно сделать предположение о том что блок abs использует в своей работе какую-то конфигурацию оборудования возможно и возможно эту конфигурацию оборудования нужно изменить после того как был добавлен в систему в общую сеть какой-либо модуль который отсутствовал ранее мы можем обратиться к дилерскому оборудованию чтобы так сказать получить информацию с первоисточников и может быть как-то блок abs или спи как хотите конфигурируется и действительно если мы откроем дилерское по либо даже launch то есть в launch примерно то же самое все и зайдем в блок abs и спи мы увидим там такой пункт auto detected configuration обычно еще в скобках написано reset в данном случае на скриншоте почему-то нет если мы пойдем дальше в описании функций то мы видим что собственно да предназначение этой функции заключается в том чтобы обновить конфигурацию гидравлического модуля при изменении конфигурации автомобиля конечно же мы эту функцию запустили на нашей конфигурации вот это в нашей инсталляции записали trace файл который мы сейчас вам покажем что же эта функция делает открываем отладчик верхнем меню и допустим вот у нас trace файл сохраненный открываем его 7d1 это идентификатор запроса диагностического инструмента к блоку sp abs 7d9 это идентификатор ответа блока abs и сп давайте полистаем вниз 0 2 3 е 0 2 7 е это просто поддержание сессии нас это не интересует то что нас интересует вы сейчас можете можете видеть если вы читаете наши материалы на сайте о протоколе ds и смотрите видео об этом протоколе на нашем канале если не смотрите обязательно смотрите кроме того подписывайтесь на наш телеграм-канал поскольку все эти файлы которые в этом видео вы у нас в телеграме сможете скачать 0 2 10 0 3 это открытие диагности диагностической сессии 0 2 50 0 3 подтверждение того что сессия открыта успешно и далее у нас идет команда запись параметра 042 и f106 ff эта команда как раз таки реализует функцию сброса автоматической конфигурации гидравлического модуля 0 3 6 е ответ от блока bs о том что до конфигурация выполнена успешно 0 4 14 стирание ошибок в блоке bs давайте попробуем эти функции запустить на исполнение скопируем значит открытие сессия команду на сброс конфигурации блока bs и команду так у нас там а ну да все нормально и команду на стирание ошибок ну вот три команды трейс файл мы можем закрыть уже теперь мы установим фильтры на диагностический диапазон чтобы не видеть весь трафик устанавливаем фильтры на диагностический диапазон значение идентификатора и маски 700 устанавливаем все теперь мы не видим весь поток запустим запись потока пусть он у нас фоном пишется и давайте запустим открытие сессия с периодом чтобы постоянно и не тыкать скажем 800 миллисекунд все у нас подтверждение постоянное открытие сессии идет и отправляем сначала конфигурую команду на сброс конфигурации посмотрим какой пришел вам ответ вот мы отправили в потоке 042 f106 и к нам пришла к вам ответ что 6 е 2 и плюс 40 16 личной системе 6 е да все в порядке и после этого мы отправляем команду на стирание ошибок в блоке abs как видим на секунду пропадает ошибка это является косвенным подтверждением что мы находимся на правильном пути но поскольку у нас на столе вернемся к схеме подключено всего-то ничего три блока это панель блок климата и sp у нас не получается блок из п вывести из аварийного режима у него очень много ошибок на данный момент и потому что датчики не подключены и потому что он не видит блок управления двигателем pc поэтому эту ошибку на не удается убрать насовсем но тем не менее мы имеем перед глазами такую картину что да действительно блока bs отвечает за систему контроля давления в шинах и он собственно отправляет сообщение на ошибку и мы знаем что блоки abs в блоке abs сейчас я есть функция которая собственно отвечает за автоматическое конфигурирование этой системы мы можем сделать предположение что если мы устанавливаем какой-то новый модуль систему который общается по общей сети с блоком с блоком с блоком abs то нам бы необходимо выполнить вот эту функцию автоматического кодирования или сброса конфигурации поэтому мы подготовили для вас файл со всеми этими командами вы также сможете у нас его в telegram канале скачать сейчас мы его загрузим вот он файл в котором добавлены все те команды которых мы говорили это открытие сессии сброс конфигурации сброс ошибок в блоке abs кроме того есть пакет который должен быть отправлен блоком абэсного для управления лампы тпмс то есть вот этот нулевой байт ему но если замолить то можем лампочку гасить до кучи еще скорость можно запустить да у нас начинает стрелка скорости стрелка спидометра работать кроме того чтобы уж совсем не было скучно скорее даже чтобы было повеселее мы добавили команды которые также выдернули из трейс файлов на тестирование клапанов блока abs точнее это режим продувки вот если мы допустим запустим открытие сессии и включили один клапан этот же клапан в другом режиме только если у у нас мощности источника питания хватит хватает все нормально так можно по каждому клапану осуществить тест исполнительного механизма еще раз повторяю что вот этот файл все trace файлы и конечно же файлы базы данных для работы с автомобилями kia hyundai вы можете у нас скачать в telegram канале обязательно подписывайтесь подытожим чудес мы вам не обещали мы вам их не показали но мы указали вам путь откуда растут ноги проблемы с ошибкой системы контроля давления в шинах на автомобилях hyundai solaris после установки вот такого цифрового автоматического блока климат контроля теоретически решение проблемы кроется в авто конфигурирование блока abs скорее всего это так поэтому изучайте автомобиль вместе с кен хакером смотрите наше видео не на этом все всего доброго